Я приветствую всех подписчиков и гостей канала, пытающихся самостоятельно обслуживать свою электронную технику. Сегодня я поделюсь с вами двумя лайфхаками для такого обслуживания, на примере восстановления работоспособности кнопок планшета. Сначала у этого планшета отказала кнопка включения, и функцию этой кнопки долгое время выполнял чехол со встроенным магнитом. Но затем отказали и кнопки регулятора громкости, так что мне ничего не оставалось, как произвести этот простой ремонт. Итак, первый лайфхак – это вот такие ключи, которыми я открываю любые девайсы на защелках. Изготовил я их из поливинилхлорида, который, кстати, является одним из исходных материалов при производстве канализационных труб. Этот материал мягче полипропилена, но зато он не оставляет следов на нежных пластиковых корпусах. К сожалению, после каждого использования ключ приходится приводить в порядок с помощью напильника. При ремонте изделий со встроенной батареей в первую очередь мы отключаем питание. Стоит заметить, что с любыми разъемами нужно обращаться очень аккуратно, так как в случае поломки найти новый разъем может быть проблематично. Да и для замены современных миниатюрных разъемов может потребоваться специальное оборудование. Если есть опасность случайного замыкания, разъем питания лучше изолировать любым удобным способом. Современные гибкие шлейфы изготавливают из каптона, поэтому они не боятся высоких температур. Но в данном случае все оказалось не так просто. Между шлейфом и печатной платой был нанесен клей. Для растворения некоторых клеев можно использовать этиловый спирт. Однако воздерживайтесь от использования других растворителей без острой необходимости. Также при демонтаже желательно применять спиртоканифольный флюс, который испаряясь понижает температуру шлейфа. А для того, чтобы распределить тепло по всей площади контактов, вы можете использовать сплав Вуда или сплав Розе. Температура плавления этих сплавов 65 и 95 градусов Цельсия соответственно. А вот и второй лайфхак. Для восстановления работы так называемых тактильных кнопок нам понадобится ластик для удаления чернил. С помощью острого ножа мы должны придать ему примерно вот такую форму. Теперь аккуратно приподнимаем скотч, чтобы добраться до контактных куполов или тарельчатых пружин, если вам больше знакомо это название. Мой скромный опыт восстановления кнопок планшетов, телефонов и камер позволяет утверждать, что оксидный слой с повышенным амическим сопротивлением образуется только по периметру контактного купола. Поэтому очищать нужно именно эту поверхность. В центральной части купола контакт не нарушается. Во всяком случае, мне такие неисправности пока не встречались. Обычно тактильные выключатели подобной конструкции могут работать довольно долго. Нарушение работы случается, если китайский производитель решил использовать в кнопке неподходящие металлы или покрытия, что и приводит к возникновению гальванической пары. Нахождение изделия в тропиках и особенно в тропиках на берегу океана, где во влажном воздухе имеется повышенное содержание соли и йода, также значительно снижает время наработки на отказ. Иногда скотч, удерживающий контактные купола, приходит в негодность. Не стоит этого пугаться. Его можно заменить любым скотчем, хотя лучше использовать какой-нибудь фирменный продукт. Некачественный скотч может стать причиной смещения контактного купола, что приведет к нарушению работы кнопки. Самые маленькие контакты, которые мне приходилось восстанавливать, были в джойстиках цифровых камер. Диаметр контактного купола там был всего 3 мм. Как вы заметили, я очень долго и тщательно удалял оксидную пленку, но все равно перед сборкой лучше измерить сопротивление контактов амметром. В данном случае сопротивление используемых концов около 0,2 Ом. То есть сопротивление контактов вместе со шлейфом составляет от 0,2 до 0,4 Ом. Я решил заменить старый двухсторонний скотч, так как он плохо удерживал плату с кнопками. У меня не было специального скотча, и я использовал обычный из магазина канцтоваров. В современных электронных устройствах часто применяются разные виды скотча. Позаботьтесь заранее о том, чтобы эти расходные материалы были у вас под рукой до начала разборки изделия. Перед монтажом гибкого шлейфа следует удалить остатки клея и флюса. Также необходимо залудить контакты на печатной плате, чтобы обеспечить на поверхности этих контактов одинаковое количество припоя. Это очень важные условия, особенно если мы паяем вслепую, как в этом случае. После этого мы можем наконец-то припаять гибкий шлейф. При монтаже следует обратить внимание на качество паек. Они должны выглядеть однообразно и иметь характерный блеск. И сами пайки, и место вокруг них желательно промыть спиртом или спирто-бензиновой смесью, даже если вы использовали нейтральный флюс. Теперь можно проверить качество пайки и прозвонить в контакте на предмет замыкания. Успехов вам в ремонте домашней техники и до встречи на канале!